Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысев. Инфопресс Выборы без снятых кандидатов уже воспринимаются как какой-то нонсенс. Исправилась ситуация у прошлой недели. Как пишет газета «Вятский наблюдатель», в пятницу избирательная комиссия Новоавятского района отказала в регистрации к кандидату от коммунистов Александру Авдееву. Поводом стало отсутствие представителя комиссии на процедуре выдвижения кандидата партии, поскольку он не был туда приглашен. По словам самого Авдеева, Тих о собрании КПРФ, где его выдвинули на выборы, он известил по телефону. Председатель жена Новоавятской комиссии Татьяна Верещагина утверждает обратное. Теперь разбираться в споре придется, видимо, суду. Так или иначе, набившие уже руку на выборах коммунисты должны были не только позвонить, а отправить письмо, смс и приглашение на встречу ВКонтакте. Инфопресс Ну а тем временем в Кирове снова открывается сезон пикетов. Как пишет газета Бизнес Новости, в понедельник на Театральную площадь вышли кировские активисты с плакатом «Освободитель» Анида Ковязина. Того самого внештатного журналиста газеты «Авиатский наблюдатель», обвиняемого в участии в массовых беспорядках в Москве 6 мая на Болотной площади, который, как заявляет следствие, участвовал в сооружении баррикад из биотуалетов, препятствующих прохождению участников акции и ОМОНа. Однако одним пикетом не обошлось. Активисты направили открытое письмо губернатору, в котором попросили главу региона поручиться за задержанного. И выглядит это так, словно приемного отца «Авиатской демократии» попросили забрать нашкодившего воспитанника из угла огромного детского сада под названием «Болотная». Остается надеяться, что это ошибки на пути к взрослению. Инфопресс Ну а кировские депутаты всерьез задумались о недостатках реформы полиции. Как пишет газета «Репортер», член Межведомственной комиссии по противодействию коррупции при губернаторе Кировской области депутатцах Собрания Сергей Полушин отметил, что в настоящее время происходит необоснованное сокращение личного состава ОМВД и участковых инспекторов. И даже выразил опасение, что если не остановить этот процесс, то вскоре полиция не сможет быстро реагировать на право нарушения. Судя по всему, депутатов тоже изрядно сократили, раз уж реагировать на реформу полиции, они стали с таким опозданием. Инфопресс Так до сих пор городские власти не решились объяснять жителям Кирова, как же им повезло с электронными проездными. А тем временем в Твиттере губернатору нажаловались на них и предложили попробовать поездить по карточкам самому. На что Никита Ильич ответил, не нравится, не пользуйтесь, демократия все-таки великая вещь. Удачи в делах, это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс